Добрый вечер всем! Хэллоуин прошел, и сейчас мы посмотрим, что мессир всем передал. У него спросим впрямую, что он передал нам. Чего опасаться, что можно сделать, или что хорошее придет в нашу жизнь. Каждому четыре варианта. Выбирайте каждый слой, ставьте на паузу, и поедем на Некротаро. Самое лучшее и четкое покажет. Камера не зеркалит, а я буду спрашивать. Карты будут, скажем так, пособием, проводником. Я начинаю с первого варианта. Итак, у нас первый вариант. Десятка. Восьмерка жезлов. Шут прямой. Вот на этих картах мне шут не нравится. Он какой-то нечеловеческий все-таки. Четверка. Кубков перевернутый. Мир. Король кубков перевернутый. И звезда прямая. Ну, во-первых, у вас связано с вашим домом. Очень много сейчас будет событий. Тут четверка кубков. И еще у вас пойдет по линии то, что началось четыре месяца или четыре года назад. Одно событие у вас началось четыре года назад. И сейчас оно подойдет к финалу очень быстро. Второе у вас началось четыре месяца назад. У вас есть два события, у которого такой срок. Может быть, четыре недели. Ваша счастливая звезда горит ярко. Она у вас есть. Она сейчас зажглась. И вы исполните очень много своих желаний. Но у вас есть люди, которые вам очень стремятся помешать любой ценой. И у вас мешают умершие. Если вы ходите на кладбище часто и бываете. Вы постоянно прихватываете магию умерших, которые у вас хотят это забрать. Потому что умершим тоже нужно на что-то жить. И получают они это с живых. Если им не носят достаточно подношений, достаточно угощений, они забирают это просто с живых. Почему? Надо почитать кладбище и мертвых. Вот с вас забирают умершие. Очень много. Если у вас умер какой-то человек, ваш враг, он уже умер, он там не прекратил. Вам надо ставить блок. Если вы думаете, что человек умер и прекратил чем-то вам досаждать, чем-то вам мешать. Он успокоился, и вы можете только танцевать. Нет, они оттуда также орудуют. Ну, самое простое тут пойти и поставить ему свечку за упокой. Его души. Если вы уверены, что он умер. Можно даже ставить за здравие. Самое простое. Или пожертвовать что-нибудь ему на кладбище, чтобы он отстал. Монеты, спиртное. А в целом у вас хороший период жизни предстоит. Тут мир. Но мир еще и говорит, что какой-то период в вашей жизни подошел к концу. И у вас наступил новый. У вас вообще... И тут есть еще шут. Это ваша старая жизнь закончилась полностью. Повернется событие так, что вы будете жить совершенно по-другому. Вы поменяете стиль жизни, привычки, мнения, манеры. И многие поменяют родину и дом. У вас все будет по-другому. И что-то вам будет очень нравится, что-то вам будет не нравится. Но в целом эта жизнь будет лучше, чем та, которую вы потеряли. Если чего вам стоит по жизни опасаться, вам нужно опасаться онкологии вообще. И она особенно может провоцированной быть магией. Даже очень дешевой, очень простой. Имейте это в виду. Вам это регулярно надо снимать магически. И придерживаться профилактически. То есть наблюдать за собой. Имейте это в виду. Это единственное, что у вас есть негативное. Это, в общем-то, прямое, одно из самых распространенных. За это может быть даже простая зависть соседей. Что у вас хорошая машина. Что вы красивую внешность имеете. Что у вас хорошие отношения. Но по жизни вы будете много со смертью сталкиваться. И очень много понимать, когда вы это увидите. У вас очень много будет. Каждая смерть, которую вы встретите, будет очень вас менять. И со временем вы перестанете быть сильным материалистом. Вы поймете, что, скажем так, душа, знания гораздо важнее, чем материальный мир. Что отсюда уносят только знания и эмоции. А имущество все тут остается на земле. К вам это понимание будет приходить все глубже и глубже. И со временем вы станете человеком, который больше интересуется сбором знаний. И независимостью своей жизни, а не материальным благополучием полностью. Не говорится, что вы будете жить плохо, неплохо. По шуту плохо не живут. Но и рваться вы не будете. Все отдавать на материальное благополучие. Даже если вы сейчас так делаете, вы поменяетесь. Вы поймете, что дети приходят в этот мир без ничего. И также без ничего человек уходит. Главное накопить. Талантов у вас много. Но собрать их воедино вы не можете. Вам нужно собрать их воедино. Применить какой-то практической деятельности. Дотачить их. Или отдать направление чему-то одному. Полностью доточить. Или одновременно развивать многие. Но в целом жизнь у вас хорошая. Но не забывайте снимать порчи. И регулярно. Считайте, что это у вас расходная часть на вашу жизнь. Нравится вам отель. Не нравится. Хотите. У каждого есть свои расходные части. Кто-то на машину. Кто-то на зубного тратит. Вы должны тратить деньги на профессиональную чистку. И регулярно. Это ваша жизнь. Сколько вы вкладываете в свою жизнь. Это ваш вопрос. Потому что тут это обязательно. И тут порчи не сильные по восьмерке. Но они зацикленные. И они постоянно будут возвращаться. Так что вам надайте это пожизненно. И регулярно вам надо снимать. Но жить будете легко и хорошо. Главное легко. Тут нет никаких ни трагедий. Ни потрясений. Ни душевных терзаний. Ничего. Вас это все оставит. И вы обретете покой. Вот такой у нас первый вариант. И мы прощаемся. Переходим ко второму. Второй вариант у нас. Ну у вас очень быстро событие будет развиваться стремительным просто потоком. Тут восьмерка мечей присутствует. Шестерка кубков перевернута. Четверка мечей перевернута. Девятка мечей прямая. Двенадцатый аркан повешено. И десятка жезлов. Ну у вас вообще мечи преобладающие три карты мечей и повешены. И если с болезнью это связано. Она очень быстро развивалась. А потом такой стопор повешены. И не сорваться просто с нее. Но повешены на некрторо это не простой повешены. Это не просто тормоз. Это реальная живая сущность негативная. Или группа секта, которая на вас висит. Он очень опасен. А то повешенного надо снимать. Потому что если его не снять. У вас ситуация не улучшится. А будет ухудшаться. То есть на вас либо секта висит. Либо какой-то вампир. Вполне возможно это ваш родственник. Поэтому вы не можете избавиться. Это может быть ваш родственник вампир. А может кто-то вам профессиональный маг поставил. Ну вернее это все варианты. Они годятся. Это даже не простая какая-нибудь лярва. Он вас душит. Он будет у вас вызывать болезнь. Или вызывает страдания. Дальше это переходит в такую хорошую укоренившуюся порчу. И тут шестерка кубков. Это было полгода назад. Начало развиваться. Потому что если бы это было 6 лет. Вы бы уже не жили. Вы бы не дожили 6 лет. Это не старше 6 месяцев. А 6 недель еще бы так не укоренилось. И тут можно только разрывать. Тут даже показаны мечи. У вас это получится. Тут восьмерка мечей выпала. У вас получится это перерубить. Это вблизи вашего дома делалось. То есть это люди, которых вы хорошо знаете. И которые вас хорошо знают. Они либо ходят мимо вашего дома. Либо вообще живут с вами в одном доме. Может даже в вашей квартире. Это ваши прямые родственники могут. Проживающие с вами. Тут речь идет о вашем доме. Это либо кровные родственники. Они живут, могут далеко жить. Это породу идут. Или через брак. Или это люди, которые ходят мимо вашего дома. Живут в вашем доме. Или проживают с вами в квартире. То есть все равно сводятся к родственникам. Никаких других вариантов тут нет. Они ходят мимо дома. И они делают вам на болезнь. Ну вот зачем они это делают? Для чего? Что они получают? Ну повешенного они вам дали. Негатив создали. Что они получают? Семерка Пентакли. Они крадник получают с ваших страданий. Они забирают себе здоровье. Они забирают себе здоровье. Может быть вы нервничаете очень сильно. Это не болезнь. Это нервы. Это нервы, что все не складывается. Да. Они забирают. И деньги, и любовь. И семью. Все отбирают. Если это не болезнь. Но это переходит в болезнь. Девятка. Мечей она с болезнью связана. По-любому будет. Исповешена. Это могут быть сильные душевные переживания. Которые тоже приходят к негативному результату. Но тут надо снимать по-любому вот эту дрянь. Это получится. Это можно обрезать. Именно обрезать. Эта связь обрезается. Тут четко указано на перекрестке. Ее надо обрезать. И у вас это получится. И у вас это получится. Чем закончится? У скупков. Надо срочно в течение месяца вам это сделать. Срочно. У вас один. Ну, максимум год. Император. Да, это получится. Но надо действовать. Срочно и профессиональный император. Говорит. И император еще раз подсказывает, что это вблизи вашего дома вам делается. Это ваш сосед. Это какая-то секта, которая по соседству живет. Это ваш родственник. Это не покойный вам делал? Нет. Это не покойный на вас. Это на вас насылает какой-то вампир, может быть. Или сосед, или родственник. Или кто-то живет по соседству, скажем там. И видит постоянно, как вы ходите к себе домой. Может, у вас магазин напротив. Человек в нем работает, он это видит. Он на вас подсел, и он хочет вас забрать. И он рано или поздно всю вашу удачу, всю вашу энергию себе забирает. Таким способом только режет. И даже ничего вам не откроется нового. У вас будет по повешенному. Вот такой тормоз по всем делам пройдется. Как остановка жизни. Именно потому, что повешенный таким свойством он обладает. Он вам перекрывает. Но и тут же говорится, что если его снять, то будет Туз Кубков и Император. Туз Кубков говорит о хорошем доме. Это даже может быть приобретение недвижимости. Это может встреча быть с каким-то мужчиной для женщины в доме. А для мужчины какой-то карьерный рост. Через свой дом. То есть через свою родню. Через какие-то свои фамильные способности семейные. Ну и для женщины тоже может быть. Вот такой у нас был второй вариант. А мы переходим к третьему. Третий вариант у нас. Но здесь никаких не порч, ничего нет. Все чисто. Абсолютно. Негатива нет. У нас есть тройка мечей. Паш мечей перевернутый. Семерка мечей. Рыцарь Кубков. Король мечей перевернутый. И восьмерка Пентакли. Кубков нету. Времени указывающего тут нету. Мы можем достать дополнительную карту. Подсказку. Императрица. Нет она опять. Вот восьмерка кубков. Вот эти восьмерка кубков и восьмерка Пентакли. Это события связаны у вас какие-то с восьмилетним циклом. То, что было восемь лет назад. Можете вспомнить. Часть идет оттуда. Вы подходите к итогу восьмилетних событий. А у некоторых восемь месяцев назад. Очень много событий начались. Которые поменяют вашу жизнь. И поменяют эту температрицу в лучшую сторону. И значительно в лучшую. Восьмерку Пентакли. У вас пошли положительные перемены. Что минус есть. Во-первых, это конфликты. Это личностные конфликты. И очень сильные. Рыцарь кубков вместе с восьмеркой. Ой, с тройкой мечей. У вас раны в сердце. Но они раны эти необоснованные. И что интересно, что у вас пытаются еще, у вас пытаются накручивать разные крадники, чтобы через ваши эмоции почерпнуть себе что-то. Но у них это не получается. У них это не получается. А получать будете вы. Ну, у них как бы получается всплеск. Есть раздражение. Но силу они с этого не возьмут. Тут король мечей встал. Он не дает этому пажу утащить ничего. Он не может. Они вроде тащат по краднику, а переходят в восьмерку Пентакли в более благополучную. Потом императрица. Не получается. Они не могут прошибить ваш блог. А вы наоборот можете с этих крадников всяких, тех, кто сеет раздор, тянуть себе деньги, радость и благополучие. Но это для магов. Для всех других просто можно сказать, вам не попадается сейчас профессиональный какой-нибудь крадник и вампир. Сама судьба вас от этого защищает. То есть если у магов это защита хорошая и нападение, то у других это просто вам не попадается. Вас судьба от этого защищает пока. Вам надо только покончить с этими конфликтами. Они отойдут. Ваши раны в сердце заживут. Ваши конфликты отойдут и все закончится хорошо. Это пустые. Ваши конфликты это пустые подозрения. Если вы сомневаетесь. Если вы не сомневаетесь, то у вас развод уже есть. Он будет с этими людьми, которые вам реальную боль причиняли. И вы встретите быстро нового. Вместо тройки мечей вы встретите рыцаря кубков. Вместо пожа мечей, которым вы зря проводили время, вы теряли. С бездарным, неинтересным человеком или человеком, который вас предал. Вы встретите короля мечей. Очень верного и преданного. Это может быть и личное очень, и может быть даже по работе. По работе, по дружбе вы встретите. Но в целом вам надо, как это, попытаться разобраться в своих эмоциях, что правда, что нет. И успокоиться. Потому что на таком напряжении весь верхний ряд он в мечах. На этом долго жить нельзя. Можно и здоровье посадить. И король мечей тоже. Только после переходит благоприятная карта. Но еще 7 месяцев по семерке мечей они не будут легкими. Первые 3 месяца они самые тяжелые. Потом произойдет событие, которое разрубит какой-то узел по пожу мечей. Какой-то узел в вашей жизни он разрубится. И что-то уйдет. И через 7 месяцев вам будет легче. На 8 идут пентакли. Вам идут деньги. Вам идут прибыль. Или обустройство в жизни. Успокоение. Восьмерка это еще дает стабильность. И тут восьмерка кубков тоже говорит о времени. Через 8 месяцев начинается стабильное более улучшение. То есть у вас одно событие завершится, которое одно началось 8 лет назад. Вы что-то задумывали. И второе 8 месяцев назад. Вы что-то хотели разрешить, решить. Ну, плюс-минус месяц. И вы его довершите. Вы его доделаете. Это событие, оно благоприятно разрешится. То, что вы хотели. Если вы задумывали переезд, скажем так, вы переедете. Задумывали смену работы, вы поменяете. Если вы хотели развод, разводитесь. Если вы считаете, что есть любовь, то ни в коем случае не разводитесь и уходите. Но если любви никакой нет, эти отношения только тяготят, разводитесь. Тут вас встретит рыцарь кубков. Если вы переживаете по поводу внешней обстановки, что происходит, то могу сказать, вы не пострадаете. Вы пострадаете меньше всех. И тоже для вас, для вашего близкого хорошо все завершится. Если вы переживаете за своих близких и внешнюю опасную обстановку, то все благополучно завершится. Вот такой у нас был третий вариант. Мы заканчиваем, переходим к четвертому. Четвертый вариант у нас Королева Пентакли перевернутая. Десятка мечей перевернутая. Маг перевернутый. Паш кубков. Отшельник, девятый аркан. И сила. Ну, либо вы практикующий маг, что больше всего просится. Если вы не маг, вы не практикуете, то вам предстоит очень много в жизни сейчас познать, много сделать и много узнать. Два типа людей. Это нематериальные карты. Из них единственное материальное – это Королева Пентакли. А маг перевернутый и отшельник, это говорит об очень остром уме, и что вам придется накапливать знания. Вы будете в неком положении отшельника. Может, вы на пенсии где-то сидите, на даче. И размышляете. Может, у вас такой период, что вы не можете действовать сейчас. Вынуждены сидеть дома и размышлять. Но в целом это станет вашим образом жизни. Что самое ценное для вас – ваше знание, ваше ум. Но вас эта ситуация будет абсолютно устраивать. Потому что тут паш кубков. Вас это устраивает. Вы отшельник, но не тот отшельник, который никого не любит. Нет. У вас отшельник, у которого есть какой-то близкий и любимый человек по пажу кубков. А все остальное вам не очень-то и важно. Вы довольны своим положением. И даже очень довольны. Это даже удивительно. И таков ход силы. Вы сейчас превращаетесь и в ученого, и в ученика. Который обмысливает, обдумывает все события своей жизни. Укладывает их в определенную полочку. И делает выводы. И плюс получает совершенно новые знания. По силе. И вам это, ну не могу сказать, что легко. Но оно идет. У вас период накоплений знаний очень больших. А знания это что? Это накопление силы. Если вы практик, то ваша сила многократно возрастет. Сила хочет с вами контактировать. Сила с вами идет на контакт. Она вам помогает. Для других вы выбрали верный путь в жизни. Вы плывете по течению. Именно не против, а по течению. Тут сила. Ваши действия. Причем у вас это может вы и не сразу делаете правильный ход. Тут маг перевернутый. Может и сила перевернута. Вы на третий, на четвертый раз может сделаете правильный выбор. Что-то найдете. Это мгновенно не получается. Но в целом как-то вы плывете по течению. Вы плывете в нужном направлении. Вы это делаете правильно. И у вас сейчас разум очень остро работает. У вас даже не во внешнюю деятельность, а какую-то внутреннюю. Вы работаете на себя, на свою семью может быть. На свое благополучие вы не готовы работать на внешний мир. И не хотите, и это не нужно. Несмотря на то, что вы контактны от природы, вы общительны. Вы со временем как-то выберете или выбрали уже путь отшельника. То есть человека, который всех держит подальше, на дистанции. Может он даже и не показывает. Вы набираете свои знания. Вы очень много узнаете. Вы уже много узнали. Вам откроются тайны этого мира. Как управлять людьми, как управлять событиями. Вы можете построить жизнь по своему желанию. И это все произойдет совершенно неожиданно свалиться вам на голову. Но это очень благоприятные перемены. Тут нет ни одной плохой карты вообще. Что удивительно в такое время. Но правда и материального оно не обещает этот расклад. Но обещает жизнь спокойную, что вы найдете свое убежище от мировых бурь, от мировых катаклизмов. Что ваши близкие с вам будут рядом. И воспринимать вас. Хотя порой вы себя ведете как отшельник. Десятка кубков. Так, конечно. Десятка кубков с десяткой мечей. Вас еще исполнение желаний ждет. Вот еще исполнение желаний. Да, и жрица. Магия чисто. Чисто магия. Даже если вы не маг. Вы с магией очень близко столкнетесь в своей жизни. Очень много, что сейчас у вас происходит, объясняется именно с магической точки зрения. И не с логической, и не с научной. И жрица с отшельником, конечно, еще раз говорит о знаниях. У вас вперед пошел накопление знаний. Луна. Ну, один к одному. Очень хороший набор для практика, для поэтов, для ученых. И жрица с луной, это еще и поэзия, это и искусство. Это много чего. Особенно то, что если у вас это когда-то было, это очень сильно проявится. И еще говорится, что в поздний период жизни у вас прекрасный будет. У вас просто прекрасный будет период поздней жизни. Ближе к пенсии вас ждет стабильность, обеспечение, исполнение ваших желаний. Поэтому именно выпадают такие карты. Отшельник, это еще и поздний период вашей жизни. У вас будет близкий человек. Или у вас не будет близкого человека, но только потому, что вы в этом совершенно не нуждаетесь. И вас устраивает вот такое какое-то общение. Разовое, ненадолго с кем-то встретились, разошлись. Да, ваша фортуна, колесо фортуны идет вверх. У нас фортуна обещает вам в конце рост финансовой стабильности. Луна перевернута, говорит, что у вас не будет врагов. Ваша фортуна пошла вверх. Интересно, благодаря чему? У вас хороший, очень поздний период жизни. И стабильность, и финансы, и семья, и дом. Благодаря чему? Карта высших сил, высшим силам. Это по судьбе. По судьбе. Да. Прямо с вами еще недвижимость обещают. Ключ. Так что у вас все, четвертый вариант, сложится хорошо. Я даже очень. Но не сразу после накопления вот этого периода знаний, каких-то накоплений у вас все пойдет вверх. Вот такой четвертый вариант, и мы прощаемся, заканчиваем. Ничего хорошего. Но это будет позже.